Программа на языке Haskell представляет собой коллекцию модулей. Главный файл этой программы, главный модуль, должен называться main и содержать модуль с именем main с большой буквы. Вообще в Haskell все имена модулей начинаются с большой буквы. Каждый отдельный модуль находится в некотором файле с определенным именем и имя этого модуля должно совпадать с именем файла. Хотя это требование может нарушаться в некоторых случаях, тем не менее, настоятельной рекомендацией является следование этому соглашению. Внутри файла имя модуля объявляется следующим образом. Мы пишем ключевое слово модуль, дальше имя этого модуля, ключевое слово where и дальше все те объявления и определения, которые мы хотим в этот модуль поместить. Давайте посмотрим на пример того, как в Haskell мы работаем с модулем. Перед нами наш стандартный файл с именем demo и с расширением hs и внутри него объявляется модуль с тем же самым именем и после ключевого слова where мы можем писать объявление. Какие функции мы можем использовать? Неявно у нас импортируется модуль prelude, который содержит массу разных полезных функций. Если интересующая нас функция находится в каком-то другом модуле, отличном от модуля prelude, тогда мы должны импортировать соответствующий модуль. Для того, чтобы импортировать модуль, используется директива import. После директивы import у нас идет имя модуля, который мы хотим импортировать. Стандартная библиотека упакована в большое количество модулей и для этих модулей реализована иерархическая структура. Вы тоже можете свою собственную библиотеку упаковывать иерархическим образом. Если бы вы писали модуль data.char самостоятельно, на самом деле это, конечно, модуль стандартной библиотеки, то тогда вы должны были сделать следующее. Сам модуль называется char, а вся иерархия, которая идет перед ним, это структура, повторяющая структуру директории. Таким образом, ваш самописанный модуль char должен лежать в директории data, для того, чтобы вы могли его импортировать вот в таком вот синтаксисе. Подобного рода команда импортирует все те функции, которые модуль data.char объявил публичными. То есть мы можем, например, написав такой модуль и перезагрузив его, перезагрузив наш интерпретатор, мы можем вызывать функции, которые определены в модуле data.char. Ну, например, функцию toLower, который передается символ и мы получаем тот же самый символ, но в нижнем регистре. То есть импортируя модуль, мы получаем доступ ко всем функциям, которые имеются в этом модуле. Иногда нам не нужно получать доступ ко всем функциям, потому что все импортированные функции засоряют нам пространство имен. Поэтому мы можем указать список импорта, указать те функции, которые мы хотим импортировать. Ну, давайте импортируем функцию toUpper и теперь, опять перегрузив наш интерпретатор, вызовем функцию toLower и получим сообщение об ошибке, о том, что функция toLower нам недоступна, потому что мы импортировали из модуля data.char единственную функцию toUpper. Функция toUpper в то же самое время нам, безусловно, доступна. Мы можем вызвать функцию toUpper и получить соответствующий результат. Если мы хотим импортировать несколько функций, мы должны перечислять их через запятую. Ну, например, мы можем импортировать функции toUpper и toLower. Теперь мы импортируем из модуля data.char только две функции. Иногда перед нами стоит обратная задача. Мы хотим импортировать все функции из некоторого модуля, кроме одной. Ясно, что перечислять здесь в списке импорта все функции, которые имеются в модуле, это довольно бессмысленное занятие, поэтому мы можем использовать специальное ключевое слово hiding. Давайте мы импортируем весь модуль data.char за исключением одной функции toLower. сохраняемся, делаем перезагрузку модуля. Теперь мы можем вызывать любую функцию, например, функция toAlt проработает, а функция toLower не работает. Хотя и другие функции из модуля data.char нам в этом случае доступны. Иногда использование ключевого слова hiding не решает проблему конфликта имен. Предположим, что нам нужно импортировать функцию с одним и тем же именем из двух разных модулей, и причем использовать эту функцию как из одного модуля, так и из другого модуля. Давайте мы сделаем это на примере функции union. Функция union, во-первых, определена в модуле списков, модуле data.list, и, во-вторых, эта же функция определена у нас в модуле data.set. Это другой контейнер с немножко другими характеристиками по отношению к контейнеру list. Теперь мы можем перезагрузить наш интерпретатор, и давайте спросим про тип функции union. мы получаем сообщение об ошибке, которое говорит, что у нас неоднозначное вхождение функции union. Она определена либо в модуле data.list, либо в модуле data.set. Таким образом, наш интерпретатор не понимает, о какой функции мы спрашиваем. Мы можем использовать полное имя функции, тогда никаких проблем нет. А полное имя функции это имя функции и перед ним имя модуля, в котором она определена. Если мы используем вот такое вот полное имя функции, мы уже можем спросить про ее тип. Ну и нам вернется информация о типе этой функции. Довольно естественная, она объединяет два списка в один список, но проверяя элементы на равенство для того, чтобы отбросить дубликаты. Аналогичным образом мы можем обратиться к функции union, которая определена в модуле data.set. Иногда нам функция из одного модуля нужна редко, а функция из другого модуля нужна часто. Поэтому нам не очень хочется постоянно уточнять, какая же функция у нас является часто используем, а какая редко используем. для того, чтобы потребовать, чтобы имя функции, импортируемые из какого-то модуля, всегда использовалось в полном виде, мы должны использовать специальное ключевое слово qualified. Квалифицированный импорт означает квалифицированный импорт означает, что все имена из этого модуля должны использоваться с префиксом, состоящим из имени этого модуля. В таком случае, после перезагрузки, мы уже получим доступ к функции union. это будет функция из модуля dataList. Конфликта не происходит, потому что для того, чтобы обратиться к функции union из модуля dataset, мы должны указать квалифицированное имя. Если бы мы указали всюду, а ключевое слово qualified, это означало бы, что функция union без префикса в пространстве имен, которые нам доступны, нет, и всякий раз, когда мы обращаемся к функции union, мы должны использовать этот префикс. Из-за наличия иерархических имен имя модуля может быть очень длинным. В этой ситуации писать квалифицированное имя довольно сложно, поэтому есть возможность назначать именам модуля локальные псевдонимы. Для этого используется ключевое слово s и псевдоним, который мы хотим присвоить. Ну вот, например, стандартный импорт модуля dataset выглядит обычно вот таким вот образом, потому что модуль datalist, многие функции из модуля datalist напрямую используются в библиотеке prelude, а многие функции модуля dataset имеют то же самое имя. Поэтому вместо того, чтобы писать dataset в качестве квалифицированного имени, мы используем короткое имя set после того, как мы перезагрузим наш модуль, после этого мы получаем доступ ко всем именам из dataset квалифицированным, но квалифицированным коротким образом. Например, наша функция union из модуля set теперь можно обращаться следующим образом по псевдониму set. Мы видим, что поскольку у нас имя модуля является квалифицированным, то всюду в типе импорт является квалифицированным, всюду в типе нашей функции указано, откуда же взят конструктор типа set конструктор set. Вот это квалифицирующая часть имени, это имя модуля, а это имя конструктора. Эти имена начинаются с большой буквы, но они не конфликтуют, поскольку входят в выражения синтактически в разных местах. Следует отметить еще одну возможность о использовании библиотек прелюд. В библиотеке прелюд определены некоторые функции, иногда нам хочется переопределить функцию с тем же именем, спрятав библиотеку прелюд. Тогда мы можем написать явно импорт прелюд, хайдинг и имя функции из этой библиотеки. Вообще библиотека прелюд импортируется неявным образом, однако явный импорт перекрывает те настройки, которые связаны с неявным импортом.